Эта история началась с того, что в ОМВД России по району Орехова-Борисова-Северная поступило заявление о мошенничестве. По словам потерпевшей, в сентябре она сдала свой автомобиль на реализацию в один из автосалонов, который расположен на Шепиловской улице. По условиям договора, автосалон был обязан продать данный автомобиль и выплатить за него денежные средства в установленные сроки. Однако по прошествии указанного времени, менеджеры автосалона под различными предлогами, ссылаясь на отсутствие директора или проблемы с проведением платежа через банк, всячески откладывали выплату. Позже потерпевшая узнала, что ее автомобиль был переоформлен и уже продан. Ущерб от данных действий составил 780 тысяч рублей. После получения заявления сотрудники уголовного розыска Управления внутренних дел по Южному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве начали работу по документированию противоправной деятельности данного автосалона для того, чтобы вернуть автомобиль или деньги потерпевшей. Полицейские установили, что сотрудники автосалона заключали агентские договоры с гражданами, которые желали продать свои машины. Однако вырученные от продажи автомобили деньги владельцам не передавались и машины не возвращались. В ходе расследования данного уголовного дела в территориальный отдел полиции поступило 25 аналогичных заявлений. Сотрудниками уголовного розыска Управления внутренних дел Южного административного округа города Москвы в помещении автосалона были задержаны 6 сотрудников данной организации. В ходе проведенного обыска полицейские изъяли документацию и компьютерную технику. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество, совершенное в крупном размере. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные действия, которые направлены на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Решается вопрос об избрании меры пресечения.